Добрый день, друзья! Я вновь приветствую вас на пресс-конференции, которая организована совместно информационным агентством Татаринформы и Музеем социалистического быта. И сегодня у нас в гостях такой же интересный человек, как вот в рамках нашего цикла «Встречи с интересными людьми». Это Иванова Семси Алексеев, музыкант, исполнитель, человек, про которого его старшие коллеги по сцене, в частности, нам об этом говорил. Кто? Нам об этом говорил Шевчук. Да, нам об этом говорил Шевчук. Так что обратите внимание на это исполнители. Я думаю, что уже все давно, собственно, обратили, поэтому сейчас мы с вами пообщаемся, зададим вопросы. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Вы сейчас небольшую такую экскурсию уже как бы для вас провели. Может быть, что-то из этих экспонатов этого музея вам навеяло? Какие-то воспоминания о детстве? Масса воспоминаний о детстве в рамках отдельно взятой комнаты детства предстало сразу в огромном количестве своих ипостасей. Некоторые из них уже были забыты. Особенно в этом плане меня поразила выставка пистолетов. То есть серебристый револьвер с половинкой барабана, которая открывается в сторону. Это емкий очень образ из детства, но я о нем не вспоминал уже, наверное, лет 15. Ленточные пистоны? Ленточные пистоны – это все-таки более новомодное, конечно, уже изобретение, такое не вполне социалистическое, как мне кажется. А вот этот револьвер – это прям такая советская тумшечка, как говорят сейчас. Спасибо. Так, друзья мои, итак, вопросы из зала. Первое, пожалуйста, капсалон Кристина. Премьера будет прямо сегодня. Более того, мы уже показывали этот клип на наших концертах в Москве, но все эти его сознательно не пускали. Сегодня мы еще раз его продемонстрируем в рамках нашего выступления в клубе «Арена», здесь, в Казани, и, надеюсь, сегодня ночью он уже будет в свободном доступе. Это пластилиновый юмористический клип, наполненный крупными, очень смешными деталями, которые видно сразу, и мелкими, очень смешными деталями, которые видно после двух-трех просмотров. Надеюсь, никого он не оставит равнодушным, и многих людей повеселит. Кого-то позлит, конечно, но это уже, видимо, это обязательное приложение для всех наших творческих работ. Спасибо. Еще, друзья, у кого вопрос есть? Пожалуйста. Ваши песни часто встречаются в темно-тензурных словах. На что это настроение, и чем будет звучание? Песы получатся? Песы – это во многом современный, уличный, настоящий язык, который служит для точной передачи характера лирических героев, для выражения необходимой экспрессии. Я не использую мат для эпатажа, для какого-то поднятия популярности. Использую его там, где он необходим, как я считаю. То есть с этим можно быть несогласным, конечно, но мотивы именно такие. А вас не смущает я в продолжении? Скажи, дело в том, что это наши юные журналисты, как раз в школьной газете 15-летние дети, когда мы разговаривали о том, что пресс-конференции, говорят, я с удовольствием слушаю, но приходится от мамы просто прятать, потому что там у меня такая-нибудь нефинзурная вещь. Вообще, кто для вас ваша аудитория? Как вы думаете? Это самые разные люди. Я даже не пытаюсь как-то пытаться, не пытаюсь ее представить в каком-то среднестатистическом виде. Часто спрашивают, как вы себя видите, своего обычного ретового слушателя, но я не могу это даже представить. Люди разных возрастов. На концерты, естественно, ходит в основном публика молодая. То есть это основной контингент от 14-15 лет где-то до 28-30 лет. Люди постарше зачастую слушают это дома, но до концертов не добираются. Энергетика концерта, нашего концерта, это все-таки рок-н-ролл. В такой его панк-липостасе во многом. Поэтому нужно быть крепким, молодым и готовым к безумствам. Не все могут себе это позволить. Спасибо. Так, вопросы. Тотарий фор? Пожалуйста. Тотарий фор? Информационная форка Мария. Мне вопрос по поводу вашей роли в фильме «Розыгрыш». Вот вам ваш персонаж очень близок? Близок. Главная проблема съемок в фильме «Розыгрыш» состояла в том, что из меня, как из абсолютно непрофессионального актера, слепить что-то, чем я не являюсь, было практически невозможно. Задача была скорее вытащить наружу как можно больше моих собственных черт, чтобы это было естественно. Там чувствуется серьезная зажатость. И даже сейчас, когда мне приходится играть в каких-то эпизодах, не музыкальных, я уже лучше понимаю, что мне надо делать и как себя вести. Существует какое-то спокойствие, которое помогает лучше сыграть. А тогда этого всего не было. Это был такой прыжок в холодную воду. И в этом плане получилось так, как получилось. Но, пожалуй, этот персонаж похож на меня, одиннадцатиклассника. Вот в этом есть правда. Ну, тоже в продолжение. Если позволите, а вообще нет еще больше таких предложений сниматься? Ну, каких-то крупных, серьезных, больших предложений нету. Ну, либо какие-то были, но они ничем не закончились. В общем, ничего конкретного пока. Ну, вы открыты и готовы к этому? Не, это было бы интересно, конечно. Спасибо, а так у нас еще раз. Кристина хочет, пожалуйста. Вы, наверное, заметили, что здесь в музее целая коллекция Деда Мороза. И здесь такой вопрос, как вы будете праздновать Новый год? Какие у вас, может быть, планы есть? И когда вы перестали верить Деду Морозу? Начну со второго вопроса. Просто недавно совсем с друзьями пытались обсудить именно эту тему. И выяснилось, что никто из нас не помнит, когда миф о Деде Морозе был развенчан. Я не исключение, я тоже не помню этого, к сожалению. И более того, на моей памяти, к сожалению, нет такого настоящего Деда Мороза, который предстал ко мне в том возрасте, когда я еще не понимал, что это обман. Очень жаль, мне бы хотелось иметь такие воспоминания, но их нет. Даже на стульчике стоя стихотворение читали? Нет, ну понятно, что на стульчике стоя читали стихотворение. Более того, Дед Мороз как медийный персонаж, как лирический герой и ролевая игра, мне, конечно, был долгое время понятен. Я в детстве сочинял сам сказки какие-то с участием Деда Мороза в том числе. Но не помню того периода, когда я еще не знал, в чем дело. А первый вопрос какой был, я что-то заболтался. А как вы будете отмечать Новый год? На Новый год мы собираемся со всей группой и с нашими семьями, друзьями, будем праздновать за городом. У него такой уютный практически семейный Новый год. Семья здесь понимается в более широком смысле. Такой общий Новый год. Традиционный стол, наверное, да? Также и ориенок, также селедочка. Традиционный стол болезнен для меня вопрос, потому что у меня обнаружился панкреатит, и теперь мне толком ничего нельзя. То есть салаты оливье я в этом году не поем, шампанскую не попью. Здорово. Вот, спасибо. Я попробую, но кажется хронический. Спасибо. Так, вопросы есть еще? Пожалуйста, Расталь. Вань, я хотел бы задать два вопроса. Первый, когда был первый приезд в Казань? Когда это было? Ты помнишь? 2005 год, незадолго до празднования тысячелетия. Здесь все улицы были раздолбаны. Раздолбаны, здания обшарпаны. Такое ощущение, что только что закончилась Вторая мировая война. Это я так предполагаю, это был какой-то батл, да, в Татнефть-Арене? Это было мероприятие с Никерсурбанией ежегодно. Оно все время проходит у вас на одном и том же месте, неподалеку от набережной или на самой набережной даже. А когда был вот этот батл и в Татнефть-Арене? Там еще стоит корабль и в Татнефть-Арене. А когда был батл в Татнефть-Арене, ты помнишь это мероприятие, когда было много групп и в том числе... А, да, это 2007 год, это наш третий приезд в Казань и наше первое, при этом полномасштабное выступление здесь. Были мы и касты, да, я помню это мероприятие. Это был брейк-баттл, довольно крупное мероприятие. Я случайно оказался на этом мероприятии тогда, и я не знал вашу группу, я не знал, что такое НОИСМСИ, и кто это такие, и кто... Дело в том, что мне это запомнилось тем, что ты тогда вступил в диалог, скажем так, в жесткий диалог с одним из зрителей, который что-то хрикнул тебе из зала. И ты... Да, там тоже какой-то диалог, я помню. Я это хорошо помню, почему я и запомнил тебя. И вот это была ситуация, в которой ты, в общем-то, ну, скажем так, да, все-таки на твоей стороне оказалась сила слова, как бы, и ты очень долго, ты очень много времени посвятил этому человеку, и поэтому я думаю, что, да, ты зашел мне. То есть ты кончил с тем, что ты просто как-то хотел, чтобы он ушел из зала. Я помню эту ситуацию, и это был мой первый знаком. Просто обычно, конечно, человек этот здесь. Нет, нет, я хотел сказать, что... Это... Сказать, что мы не смогли найти этого человека, скорее всего, он уехал из города. Скорее всего, он ушел совсем, да. Да, что-то такое произошло, как вот сила слова, как бы. Так, у нас вопросы... Это не было вопросом, да, это просто было впечатление. Ну, я помню то выступление довольно хорошо, я помню, что был какой-то такой инцидент, помню, что в финале я читал уже без музыки какое-то длинное импровизированное тоже стихотворение, такое фристайл, но не хип-хоповый. Ну, в общем, довольно занимательно было, насколько я помню. Ну, часто ли ты посвящаешь какому-то человеку конкретно вот такой вот пич? Ну, как часто. Ну, просто если я вижу, что кто-то себя плохо ведет, то обычно посвящаю, да. Спасибо, Татарин. Вот, опять же, возвращаясь к фильму, есть там сцена, где вы просто начинаете читать текст, такой хороший, замечательный, скаланный текст. У вас действительно вот так легко получается, или все-таки это была заранее продуманная такая сцена? Неужели, друзья мои, сейчас мы увидим как раз мастера импровизации? Да, Экспромно в деле. Он вырублен, по-моему, из района. Нет, все же. Внимание, ответ, извините, я не запомнил издание. Конечно, это все ложь, все придумано заранее. Татарин форум, спасибо огромное за подсказку. Я не знаю, будет ли после этого фристайла ясно, или вы тоже подумайте, что я это раньше написал, но на самом деле я просто там встал, зачитал, и было все супер. Ладно, это обман. Это же съемки фильма, понимаешь? Number one. Когда ты снимаешь фильм, надо написать сценарий, ну, потому что несколько раз на камеры снимают, и надо, чтобы потом дубли совмещались вместе, поэтому все-таки пришлось заранее написать ту песню. В принципе, как и эту, все, больше пудрить мозги не стану. Давайте же всем поаплодируем, number one. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, в преддверии нашей пресс-конференции мы анонсировали ее на нашем сайте, и пришли некоторые вопросы от ваших поклонников, которые используют как раз... И второй, да? Извините. Да, это не сразу. Два раза не бегать, да? Дверьте, пожалуйста. Я страшно подохлеб, просто извините. Нет, замечательно. И вот, значит, один из вопросов пришел к пользователям Эльза. Она спрашивает сейчас, секундочку, про Евровидение. Она говорит, что приличают ли вас такие международные проекты, как Евровидение, ведь с каждым годом там все больше фриков. А в этом году Леша Воробьев показал, на что способны «Россия, покрыв матом песен и конкурс от избытка чувств». Ну, как вы тут относитесь? Ну, к Евровидению я отношусь негативно. Это нелепая показуха с огромным количеством каких угодно подтекстов, но только не музыкальных. Тем не менее, если бы представился шанс туда съездить, ну, я думаю, мы бы придумали, как воспользоваться этой ситуацией. Но ничего, ровно ничего для этого я делать не буду никогда сам. Понятно. Спасибо. Ну, и немножечко тоже развивать тему интернета. Дело в том, что вот как раз нашу видеоконференцию будет потом смотреть интернет-пользователи с нашего сайта. Часто ли вы вообще общаетесь в интернете, соцсети, блоге? Я обратила внимание, что на вашем официальном сайте, да, например, в рубрике «Блог» очень давно не было никаких обновлений. Дело в том, что с сайтом вообще существует немало проблем. Он изначально был сделан не очень гибким. Вот, и, конечно, надо его переделать, но все никак не доходят руки, потому что очень много оффлайн-активности. Именно из-за огромного количества оффлайн-активности я, собственно, не очень активно, простите за тавтологию, общаюсь в этих самых соцсетях. Сказал бы в блогах, но блогов у меня нет. В общем, блоги я практически никогда не комментирую. В общем, как я интернетом пользуюсь инкогнито. Я смотрю видео, ищу интересующую меня информацию, читаю различные статьи. То есть это для вас не является некой такой трибунной? Ну как, это является для меня трибунной, но в том плане, что готов новый клип. Я выкладываю его в интернет, и для меня важно, чтобы там можно было достать мой контент. Будь то музыкальное видео, или просто песни, или тексты песен, или аккорды к нашим песням для тех, кого интересует это, чтобы сыграть самостоятельно. Как-то так. Так, друзья мои, если сейчас вопросы, пожалуйста, вот сперва давайте молодой человек. Встретный митрый, портал про Казан.ру. Вот я видел вас сегодня на митинге, вообще офигенный фристайл. Ну это не фристайл, это все-таки было написано в бумажке, действительно. А вот я хотел спросить, и ваше отношение вообще к митингам, политической активности населения в последнее время? Вы сами были на митинге на Полотной. Да. И вот как Казань будет сравнить с Москвой? Ну, немножко меньше людей. Но у нас численность тут поменьше. Не во столько раз. Нет, ну, на самом деле хорошо, что наконец-то люди перестают быть инертной массой. И уходит вот этот фатализм, что все предопределено, от нас ничего не зависит, поэтому мы все равно ничего не будем делать, а потом будем говорить. Вот видите, мы же говорили, ничего от нас не зависит. В этом плане это хорошо. Но в такое смутное время нужно опасаться провокаций и понимать, что есть большая вероятность променять шило на мыло. И я считаю, что насильственный путь – это не путь. То есть устроить революцию, все разрушить, развалить, и потом на обломках прежнего плохого построить новое плохое – это, мне кажется, мы уже проходили и не очень прокатило. Спасибо. Девушка. Иван, есть ли у вас идея о том, может быть, снять свой клип в Казани и любите ли вы наш татарский чак-чак? Я больше люблю… любил. Возможно, и чпачмаки, и же с ними, нежели сладости. Давайте не будем об этом-то грустным вопросом. Чак-чак – это и не девушка. Это сейчас идет мне такая попытка провокации. А по поводу клипа в Казани? По поводу клипа в Казани, ну вот был, собственно, сделан новый клип в Казани. Без моего прямого, правда, участия, но тем не менее он же в Казани сделал. Специальной мысли именно здесь что-то снять, ну, пока что нет, но, может быть, появится, я не знаю, не могу прогнозировать. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот вы являетесь кумиром нашего поколения во многом, ну, то есть меня, многих моих друзей. Вот, как вы поняли, вот, назовите, пожалуйста, вашу формулу успеха. Как вы считаете, что нужно для того, чтобы стать успешным? И когда вы поняли то, что были, вот, прославились по всей стране? Когда это сознательно? Я раз за разом убеждаюсь, что, ну, я не прославился по всей стране, во-первых. Потому что, ну, не знаю, когда ты едешь в метро, и тебя останавливают, менты проверяют документы, нет ощущения, что ты прославился на всю страну, если честно. Ну, и я надеюсь, что это ощущение, оно не появится никогда. Ничего хорошего от этого ощущения, в принципе, ждать не приходится, как мы знаем, на очень многих примерах. А формула успеха, ну, самое главное, это не стесняться своих мыслей, своего мнения, высказывать его открыто, в творческой форме, верить в то, что ты делаешь, не отчаиваться, когда что-то не получается, и, пожалуй, целеустремленность и трудолюбие самое главное все-таки. Спасибо. Так, есть ли, друзья мои, еще вопросы? Пожалуйста, Кристина. После выступления на 7-х судьбоней, когда вы приезжаете на Казань, 2 года назад, в немецкий появился видеоролик. Канадский музыкант, но с вашим участием, то есть, как вы говорите, в ремень, это лифтелетейки, в единии, вы готовите, что-то велико? Блин, нет, это что-то про районы, да, какое-то было видео. Я помню хорошо этот фрагмент, но, к сожалению, финальный результат я так и не увидел. Надо посмотреть, я думаю, что он уже не скрыт от широкой общественности. Спасибо, что напомнили. Спасибо. Так, еще вопросы, друзья. Тогда я задам, наверное, завершающий вопрос, с вашего позволения. Опять же, возвращаемся к тому, что Деда Мороза, Новый год буквально через неделю. Хотелось бы услышать вот ваши поздравления нашим читателям, нашим телезрителям. С Новым годом! Друзья, я хотел бы поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Желаю вам провести его лучше, чем предыдущий, но хуже, чем следующий. Это, в принципе, мое традиционное пожелание. Но в Казани, я, кажется, никому еще ничего такого не желал. Поэтому супер, я уже что-то сказал. Спасибо. Классно проведите эту ночь. Это очень важно. Я вообще в приметы не верю и... Вернее, стараюсь не верить, но эта примета, мне кажется, неплоха. Как встретишь, так и проведешь. Так что собирайтесь с друзьями, с родными, с близкими. Не заползайте в раковину, не становитесь отшельниками. В разночем месте. Спасибо. И вы знаете, у нас еще есть вам уже подарок, да, Рустел? Пожалуйста. Ваня, вот такой вопрос. Новый год у нас не за горами, как бы. Я не вижу у тебя часов на руке. Как же ты, вот 12 часов, то есть нет ли такой опасности, что можно просто опоздать немножко? Где часы? Ну, у меня есть айфон в кармане. То есть часов у тебя нету, да? Нету. Да, так подводочка-то очень простая, как бы. Дело в том, что в нашем городе доблестно на Татарстане выпускать такие часы, они называются командирские. Да. Мало того, еще они были командирские, юниорские. Так как тебе по возрасту, тебе пока, наверное, положили юниорские, да. И вот я хотел бы просто руки вот снять вот эти. Прохоров, Живел. Да, я хочу поддержку вот этого. Вот наш музей поддерживает твое творчество. И вот это та маленькая капля, которая вот просто поможет тебе в твоем творчестве. Часы, с помощью этих часов, они ходят. Пионер с помощью таких часов не мог заблудиться в темном лесу, на глубоком дне. И как бы, и надеюсь, что ты будешь использовать их подозначение. Надеюсь, что не придется оказаться в фильме в глубоком дне. Да, но это еще не все. Это еще не все. Наверное, ты вспомнишь, что книга – это лучший подарок, да? Аксисий Сумов. Да, да, да. Но посмотри песню, ты смотри не автора, ты смотри. И в твоих руках все песни звучат по-новому. И вот просто любопытно будет открыть, посмотреть, сможешь ли ты просто прочитать то, что там есть эта песня, скажем так, «Песни наших отцов». И вообще эти песни действительно пелись. Вот, например, «Коноармейская» – «По военной дороге, Школа Грязель и в тревоге боевой 18-й год». Возможно, мы когда-нибудь услышим в твоей интерпретации вот эти вот чудные слова. И можешь ли ты прочитать то, что здесь написано, вот что-то из этих песен хотелось бы услышать в своем как бы исполнении. Либо вот можно вернуть к первой песне. Ну, и сейчас подойду. Да, можно как-то даже и музыкально как-то. Спасибо.